Привет всем, это десятое занятие о скриптинге на Python в Maya. Сегодня у нас темы следующие. Мы разберем системные аргументы, что это такое, зачем они нужны и как применять их с консольными приложениями, а также как работать с аргументами в Python. Консольными приложениями у нас будут MayaPy и BatchRender. Я расскажу, зачем они нужны и как с ними работать. Далее рассмотрим модуль SubProcess для запуска этих приложений. И наконец рассмотрим модуль JSON, реализующий поддержку текстового формата данных, который так и называется JSON. Итак, что такое аргументы? Давайте начнем с простого примера. Выполните команду «пуск выполнить» или кнопки Windows R. Откроется окно «выполнить». В нем мы пишем, например, Notepad. Нажимаем Enter и у нас открывается окно блокнотов. То есть сейчас я выполнил простую команду для запуска программы. программы. Сейчас я еще раз открою окно, только напишу cmd. Это другая программа, которая является консолью для Windows. Нажимаем, открывается Windows консоль. В ней мы можем выполнять различные действия в Windows, но с помощью команд. Интерфейса здесь нет. И пишу то же самое. Открывается снова блокнот. Но сейчас я запустил блокнот по умолчанию, просто как если бы нажал двойным кликом по значку Notepad. А давайте, например, я добавлю какой-нибудь аргумент. Нажимаю «вверх», это значит «последнюю команду отобразить» и дописываю. «Путь к файлу». Нажимаем Enter и видим, что открывшись, блокнот сразу загружает файл указанный. То есть при запуске блокнот получил какой-то аргумент или параметр. Если это путь к файлу, он его сразу открывает после запуска. У блокнота есть еще несколько флагов, они пишутся в стиле Windows через вот такой слэш. Если, например, я напишу «p», это будет означать не открытие файла, а распечатку его. Указывая аргументы при запуске, я контролирую запуск самой программы, что именно она должна делать. Давайте откроем теперь майский бинарник. Он находится в папке установки с майей, папке bin. Нишим здесь maya.exe. Перетаскиваю в консоль, чтобы получить путь. И нажимаю Enter. Что произойдет? Просто запускается maya, как обычно. Теперь ее закрою. И сделаем следующее. У таких софтов обычно есть флаг help. Пишем минус help. Это режим, когда программа не запускается, а показывает возможные аргументы запуска. Выполняем. Теперь maya не открылась, открылась только консоль со списком поддерживаемых флагов. Это основной список. Например, здесь есть этот флаг, который я сейчас использовал. Также есть флаг, например, файл, который говорит, что после старта maya открыть сразу же какой-то файл, так же, как сейчас было с блокнотом. Давайте попробуем. Файл пробел и перетаскиваю какой-нибудь файл, чтобы получить его путь. Enter и открывается maya какие-то ошибки с интерфейсом, и мы увидели, что сразу открылся файл, указанный в команде. Аргументы можно задавать и через ярлык. Я есть ярлык на maya, я открываю свойства и в поле объект могу дописывать любой флаг. Например, неявный флаг есть style и записываю какой-нибудь из имеющихся стилей. Нажимаем ОК. Теперь, когда я буду использовать этот ярлык, maya будет открываться с этим параметром. Как видите, стиль майки изменился. Так, закроем это, верну обратно. Итак, аргументы, так же как в питонских функциях, это опции запуска программы. Они изменяют режим запуска. Могут влиять на самые разные свойства в зависимости от того, что предусмотрел разработчик. Любые аргументы не являются какими-то стандартными, их нет по умолчанию. Каждый раз разработчик предусматривает все необходимые аргументы заново, в зависимости от задач его программы, так же как мы делали в функциях. Теперь давайте рассмотрим, как с аргументами работать в питоне. Для этого нам потребуется интерпретатор. Где его взять? Если у вас в системе не установлен питон, как стендалон просто, то его можно взять из maya. Дело в том, что в maya питон также является отдельным приложением. Давайте зайдем в папку bin и немного ниже вы увидите здесь файл maya.py. Запустим его, открывается обычный питонский интерпретатор. Сейчас я открою обычный питон, который установлен на Windows и увидите, что они одинаковые, не считая версии. То есть в maya уже лежит питон, который можно использовать как обычный питонский интерпретатор, даже не используя какие-либо майские функции, просто как обычный питонский интерпретатор. Но его отличие от обычного заключается в том, что он встроен в систему майскую, имеет доступ к ее библиотекам. Например, если я здесь напишу import maya.cmds, у меня импортируется модуль, с которым мы работаем в maya. И если здесь, то у меня будет ошибка. Папка. Посмотрим. Это вот стандартный. Заходим в lib в библиотеке. Куча стандартных библиотек и сайт пэккеджес. Пакеты, которые я устанавливаю сам. Какие-то сторонние пакеты. Теперь посмотрим то же самое в maya. Папка. Python, lib, сайт пэккеджес. Здесь есть модуль maya, внутри него cmds, к которому мы сейчас и обратились. А в стандартном питоне его нету. Этот файл можно скопировать в стандартный питон, но это совсем не значит, что у нас в стандартном питоне начнет работать майский функционал. Этот модуль на самом деле является просто помощью для, например, автокомплитов в maya или просто списком функций, которые существуют. Но при вызове их на самом деле вызываются другие файлы. Это уже будут бинарные файлы, сишные, которые находятся в библиотеках maya и которых нет в обычном питоне. Теперь давайте откроем, вот это нам не нужно, откроем help, зайдем в раздел scripting, питон, питон таки внешний интерпретатор. И смотрим. Здесь написано, что в maya есть стандалон питон, который находится по пути windows в папке bin. Называется maya.py. В macOS там по другому пути он находится, но он называется точно так же. И этот модуль позволяет обращаться к майскому функционалу. Но, когда загружен интерпретатор, нам нужно инициализировать майский функционал. Для этого нужно выполнить две строчки. но они здесь только в одну строчку записаны. Сначала импортировать myStandalone, а потом выполнить функцию myStandalone initialize. вот с таким параметром. Давайте попробуем. То есть, то, что я сейчас здесь сделал импорт, это не значит, что будет работать он. Теперь, чтобы вставить здесь скопированный текст, нужно на заголовке нажать правой кнопкой. Изменить. Вставить. Выполняем. И вторая строка. Вот теперь можно импортировать. С этого момента мы работаем в полноценной майе, только без интерфейса. В этом режиме запрещены любые команды, связанные с интерфейсом. Но все остальные команды доступны. Например, давайте сделаем сцену пустую и сохраним ее в эту папку. В этой сцене, например, будет кубик. Консоль нам пишет return, который команда возвращает. Ренейм. Задаем имя сцене и сохраняем. У нас появляется сцена. Открываем ее с помощью Maya. и видим, что у нас в сцене есть кубик, который я создал с помощью команды. В чем смысл этой консоли? Во-первых, здесь неудобно все время вот так набирать команды вручную. Хорошо бы написать какой-то текстовый файл и передавать его этой программе, чтобы она его выполняла. Собственно так это и работает. Давайте создадим документ. Это будет питонский файл. Откроем его. выполним те же самые команды. Копируем. вставляем. ренейм скрипт cube.mb и сохраняем. Сохранили. Теперь как нам передать этот скрипт в консоль питонскую? Давайте это закроем. здесь откроем этот файл, mypy и help. Нам тут говорят, что ничего из этого у нас не известно. Попробуйте посмотреть help у питона. И правильно говорят, потому что это обычный питонский интерпретатор. Напишем так. Python. Бывает иногда короткая запись, просто буква h, help. И среди флагов в конце самом смотрим три записи. Можно подать флаг файл. Это программа, которая будет считываться из файла в скрипт. Либо просто подать путь к файлу. Также он поддерживает остальные все аргументы, любые. Что это значит, сейчас посмотрим. файл, делаем так, mypy и вторым аргументом без каких-либо флагов отправляем наш скрипт. Это я удалю. Попробуем выполнить. Так. Ошибка. Открываем. Сохраняем. Это значит, что файл у нас уже выполнился. И нашел ошибку. Выполняем. Получаем сцену. То есть, достаточно после mypy указать скрипт, который ей нужно исполнить. И она выполнит его после запуска. Главное, не забыть там инициализировать функционал майский. Но вернемся к аргументам. Это мы пока спрячем. Чтобы получить доступ к аргументам внутри Python, нужно использовать модуль sys. У модуля sys есть специальная переменная. Она называется argv. Это не функция, это просто переменная. Список. Сохраним. Выполним еще раз. Мы получаем распечатку списка, первым аргументом которого является тот файл, который мы запускаем. Это так происходит всегда. Первым аргументом является именно тот файл, который исполняется в данный момент. Но мы можем сюда передать еще другие аргументы. Например, я хочу передать имя сцены, в котором хочу сохранить новую сцену. Как мне ее получить? Чтобы ее передать, нужно после имени скрипта написать любой параметр. New name, например. Сейчас я это пока спрячу, еще раз распечатку посмотрим. Enter. Видите, в списке уже два аргумента. Значит, мне только остается забрать последний аргумент. New name равен sysargv минус 1. Далее здесь пишем, импортируем еще os, join script и name плюс mb. Это нам не надо, сохранили, удалили и пополняем еще раз. Так, ошибка. Еще одна скобка. У нас появляется сцена с указанным именем. Это значит, что мы можем сформировать скрипт необходимый, который будет выполнять множество действий, не требующих участия пользователя. И запустив ее через такую команду, мы получим готовый результат без открытия интерфейса Maya. Какие действия можно таким образом выполнять? Например, можно запускать в фоновом режиме просчет динамики или генерация сцен по какому-то списку или опрос состояния сцены без открытия этой сцены. Это происходит несколько быстрее, чем открытие с интерфейсом и экономится память, потому что не подгружается ничего, связанное с интерфейсом. можно также запускать рендер в батч-режиме. Для этого в Maya есть специальный механизм, специальная программа. Она находится ниже. так называется она, можно так найти, render.exe. Еще раз открою консоль, чистовик, и перетаскиваю этот файл сюда. Выполняю его пока что просто так. Нам говорят, что эта команда обязательно должна получать какой-то аргумент в виде файла, который ей рендерить. выполнен с флагом help и получим довольно небольшой список поддерживаемых флагов. Самый полезный, наверное, будет лист-рендерер. Выделим, вместо help введем этот. Он нам показывает, какие в данный момент поддерживаются рендеры именно этой программы. Если ввести какой-нибудь неправильный флаг, то получим большой-большой список флагов, которые можно использовать. В самом верху нам показывают, как правильно использовать после неправильного применения. здесь сначала идут опции, которые ниже перечислены, и потом имя файла, который должен быть майским файлом. Сейчас я составлю команду для рендера вот этой сцены. Для этого давайте создадим другой текстовый файл, в котором мы будем писать, вот здесь просто. Сначала нам нужно выполнить вот эту команду, ставить. Дальше нужно указать необходимые флаги. Первый основной флаг нам нужно указать, чем мы будем рендерить. Если этого не указать, будет использован тот, который в сцене установлен. Но часто лучше указать явно. Выше я выполнил лист рендерерс, и здесь можно посмотреть название. Нам нужен MR, mental ray. Дальше, пройдем ниже, нужно указать папку, в которую я хочу отрендерить это все, например, здесь флаг есть rd. Директория, куда будет сохранена картинка. Скопирую. rd, ставить. Дальше, формат. Это следующий флаг, of, output, файл, формат, of, xr. Но пока достаточно. Здесь можно изменять и разрешение, и камеру, из которой рендерить, и качество. Но пока что достаточно так. Копируем путь сцены, которую нам нужно отрендерить. Теперь это вставляю в путь. Нажимаем Enter. Консоль кто-то пишет. Идут ошибки насчет того, что Arnold не найден рендер. Нам он сейчас не нужен. Появился файл .exr, в который сейчас происходит запись рендера. И все. Нам говорят, что сцена такая-то завершена. Открываем файл, видим рендер. Теперь, имея эти знания, попробуем сделать скрипты. Сейчас я лишнее удаляю, скрипты на питоне. Это закрываем, это сохраним, как рендер бат, к примеру. Если я его сейчас запущу как бат файл, мне тут же запустится рендер. Но нам нужно это сделать на питоне. Сначала давайте по порядку. Вернемся к MyApy, выполним что-то не связанное с рендером. Например, откроем файл objects и посчитаем сколько там находится объектов. Для этого нам нужна команда, которая, например, передаст путь к файлу, в котором нужно посчитать количество объектов. То есть скрипт будет более-менее универсален, будет получать имя файла для работы. Это будет последний аргумент. Что мы делаем дальше? Дальше мы открываем его. Можно открыть MyApy и пробовать команды. Это мы взяли из аргументов. Далее. Так, нам говорят, что в сцене не сохраненные есть данные. Открыли файлы. Теперь нужно нам сказать так. Длина cmds.ls 108 файлов. Сейчас я запрашиваю только transform-ноды 22 файла, те, что есть в сцене объекты. Этот скрипт и забираем. ObjectCount какой-нибудь будет. Так. И сейчас протестируем, чтобы наш скрипт правильно работал. Окно команд. Здесь берем MyApy, пробел, objectCount, пробел и необходимый файл. Получаем 22 файл. Получаем 22. Теперь, вместо того, чтобы получать качество аргумента путь к файлу, мы будем отправлять сцену. Нам нужно будет посчитать объекты в каждой сцене. Например, count равен 0. Я хочу посчитать сумму всех объектов во всех сценах, к примеру. Я беру все файлы, listdir, все файлы, которые есть в переданном аргументе, путь к директории. И делаем так. Открываем файл. os-path-join name. Так, здесь я не тут написал. For f in files. Здесь будет f, name и f. f. Так, я беру список файлов в переданной директории. Далее, для каждого файла я его открываю и прибавляю количество объектов к общей сумме. А после, count, count. Например, так. Теперь здесь я передаю не файл, а папку. Сохранил, запустил. Это при открытии всяческие ошибки нам напечатались, но они нам не важны. count 44. То есть, во всех трех сценах 44 объекта. Это простой пример, как можно обрабатывать несколько сцен в бадж режиме. Теперь перейдем к рендеру. Запуск рендера несколько отличается. Это не может быть открытие майки один раз и потом запуск рендера для каждого файла. Здесь немного все иначе. Файл render.exe принимает только один файл на рендер. Поэтому нам нужно в цикле вызывать эту команду несколько раз. Так, пробуем тогда сделать вот что. Откроем Maya, чтобы использовать только скрипт аудиторию. Как можно выполнить какую-либо команду из питона? Для этого, например, можно использовать модуль OS, OS System. Будет выполнена команда аналогично тому, как мы выполняем системные консоли. Notepad. Видите, открылся обычный Notepad. Но Maya у нас теперь недоступна. Я не могу вернуться в нее и что-то сделать. Это значит, пока не закроется этот процесс, Maya будет недоступна. Теперь доступна. Второй вариант это Start File. Выполняем, открывается тоже блокнот. Но Maya по-прежнему доступна. Но мы никакой связи с этой программой не имеем. Мы не сможем узнать, когда она завершилась и что она там пишет нам. Поэтому для этих задач в питоне есть специальный модуль. Subprocess. Он как раз предназначен для создания подпроцессов. И у него есть функция pOpen. Импортируем pOpen. Происходит то же самое. Но функция возвращает нам объект на процесс. Например, я присвою переменную этот процесс. Так, вот он блокнот. И теперь у этого процесса вызвал функцию kill. Закрыть. И блокнот закрывается. То есть у нас остается некая связь с тем процессом, который запущен. Давайте его сейчас и поиспользуем. Это я закрываю. Так, допустим, я получил в качестве аргумента папку, которую буду рендерить. И мне нужно отрендерить каждый этот файл отдельно. Для этого мы говорим снова файлы равно os listdir некий name. Для каждого файла нам нужно сгенерировать команду. Откроем эту команду и сюда вставим. Вот такая длинная команда. cmd равно. Начинается здесь, заканчивается здесь. Но нам нужно каждый раз подставлять новое имя файла. Тут у нас будет путь указанный, а здесь будет имя файла. И пишем. Сначала у нас идет renderdir, это name, а потом файл. И запускаем subprocess. Так, вроде все просто. Генерируем команду нужную. Рендеры указали, папку указали. Тип файла .exr. Это папка и выходящий файл. Они здесь должны будут появиться. Запускаем. Запустился блокнот, блокнот, блокнот. Потому что команду нужно тоже заменить. Запускаем. Получаем ошибку. Она обычно возникает, если у нас неправильно задана команда. Давайте сделаем так. print samd. Это папка. Спрячем. Ага. Это из-за слэшей. Поставим здесь r. Теперь правильный путь. Запускаем. Открывается три рендера. Одновременно. И все три сразу рендерят. Почему это происходит? Потому что subprocess, он запускается как отдельный процесс. Он не ждет никого. То есть, когда мы доходим до этой строчки, запустился процесс. Не важно, что он там делает. Цикл пошел дальше. Потому что Maya при этом не подвисает, как мы уже видели. У нас получается сразу три процесса работающих. Посмотрим, что здесь нарендерилось. Все правильно. Надеюсь, пусто. Так, это не нужно нам. Поэтому мы используем функцию wait. подождать процесс. Это значит, что пока процесс не завершится, алгоритм дальше не будет работать. Запускаем. Видим, пошел первый рендер. Остальные не открываются. Появился первый файл. Он, наверное, дольше всех будет рендериться. Но сейчас уж подождем. Сейчас только замечу, что Maya снова недоступна. Оп, пошел второй файл. Появился второй файл. Maya снова недоступна. И третий файл. Теперь мы сделали очередь, но нужно как-то снова разблокировать Maya. Это удаляем. Чтобы позволить Maya не зависать во время рендера, нужно использовать модуль, который отвечает за мультипоточность. Делаем еще одну вкладку и импортируем модуль. Остается только сделать простой класс, который унаследован от этого модуля. От класса, который есть в этом модуле. Он называется thread. Так и называется. Поток. Теперь нужно переопределить одну функцию. Run. Берем наш скрипт и сюда вставляем. Это значит, что этот класс будет создан в отдельном потоке. И он будет обрабатываться независимо от Maya. Параллельно. И вот этот зависон во время ожидания процесса в Maya не будет считаться блокировкой. Так. Создаем экземпляр. И выполняем не Run, а Start, который в свою очередь внутри уже запустит Run. Запускаем. Maya по-прежнему у нас доступна для работы, но там на фоне идет рендер. Сейчас вот так сделаю. Или вот так. Видно, что рендер один за одним идет. А Maya свободна. И последний рендер. Все файлы посчитались. Теперь нам нужно немного модифицировать этот код, чтобы у нас было не жесткое задание каких-то параметров, а мы могли передать аргументы. Но функцию Run нельзя передавать аргументы. Она не принимает по умолчанию. И мы не можем сюда что-то добавить. Мы сделаем это через конструктор. и нет. И вот здесь уже аргумент. Теперь нужно вызвать конструктор родительского класса. и создаем и создаем атрибут класса по аргументу, который был принят. Здесь, соответственно, его используем вместо этого. Это значит, что когда создастся класс, он сразу внутри себя создает переменную, которую мы передадим в качестве аргумента. Вот таким образом. Когда запустится функция Start, эти данные уже будут внутри класса. И мы можем их использовать для запуска команд. Теперь немного модифицируем наш sub-process, только будем использовать также под процесс, под поток. Сделаем новую вкладку. И будем работать с mypy. И, например, будем работать с файлом cube. Хотя давайте лучше сделаем вот что. Мы через mypy запросим список объектов внутри сцены. И нам нужно будет получить результат внутри myя. Это нам пока не нужно. Мы копируем код. В качестве аргумента мы получаем имя файла. И далее просто делаем так. Открываем файл. файл. И забираем все объекты. отделить object-list. Пока что тестируем его без myя. Это нам не надо. Нам потребуется MayaPy, я открою кнопку команд, беру MayaPy, пробел и ObjectList, а потом какой-нибудь файл. Допустим, видим распечатка, все объекты, которые есть в сцене. Теперь, как нам то, что распечатывается, получить обратно? Для этого делаем следующее. Берем майку и вот здесь вместо простого ожидания мы запустим цикл. WhilePy.pull равен None. Функция Пул, она возвращает нам состояние процесса. Завершен он или нет, ну или точнее, если открыть документацию, он проверяет, является ли процесс уничтоженным, так скажем. Так, и возвращает нам какой-то код. Вот мы его и проверяем. Пока он None, то есть он не уничтожен, что мы делаем? Прежде всего нам нужно сказать процессу, как он будет свой текст, который идет у него в output, интерпретировать. stdout равно. И мы можем сказать, чтобы он отправлял его родительскому процессу. это делается с помощью функции pipe, ну это точнее, переменная, внутри сабпроцесса. Пишется так, pipe, труба, отправлять его обратно. Далее мы пишем out равно p, наш процесс, stdout, объект, отвечающий за консоль, ну грубо говоря, вот текст, который сюда печатается, это stdout. Мы его читаем, только тот текст, который в нашем сабпроцессе. Ну и, например, strip сделаем, чтобы различные энтеры там поудалять, print, out, распечатаем. Теперь я, пожалуй, оставлю здесь только один файл для скорости, а здесь делаю проверку. Если расширение равно .mb, то тогда выполняем все остальное. Это чтобы он нам не пытался папку рендерить как файл. так, заставили команду и у нас должен здесь появиться текст, который у нас печатается во время рендера. Запустим и получили текст. Как только закончился процесс, мы забрали весь output. Вот, начиная отсюда и заканчивая вот этой строчкой, которая говорит, что рендер завершен. так. Но нам нужен же не рендер, нам нужен запуск вот этого скрипта. Поэтому здесь пишем mypy.exe. .exe. Вместо всего этого пишем скрипт, который нужно нам запускать и путь к директории, в которой мы будем искать файлы. Копируем полный путь. Нет, наверное, нужно скопировать его не так. Сразу возьму питомские слыши. Так. А путь, в котором мы будем искать, это вот эта территория. Тоже копирую путь. Так. Только я не туда это записал. Вот наша основная сейчас команда. Вот. И мы должны обнаружить здесь распечатку списка объектов. запустился процесс и практически ничего и не распечаталось. Множество пустых строчек. Сейчас посмотрим. Ошибка. Ошибка чтения файла. Хорошо. Сейчас без майки будем дебажить. Так. Да. Здесь нужно именно файл отправить, не сцену. стены и вот этот файл. Запускаем. Открывается консоль. И в результате у нас распечатывается список файлов уже в нашей майке. Чтобы не открывалась консоль, можно использовать такой флаг. True. Тогда консоль не будет открываться, а просто на фоне где-то будет исполняться процесс. Дальше. Вот эту строчку я распечатал просто. И она к нам пришла именно как строка. Да. Поэтому я могу сделать так. Какие-нибудь условные символы. Плюс. Стр. Объект. У меня распечатается строка, начинающаяся с трех таких стрелок. Внутри я проверяю. Если эти три стрелки есть в ауте, то print out. Отсеем большинство строчек. Будем печатать только те, которые я сам печатаю. Допускаем. Допускаем. Консоли нету. Это ошибки идут. Открытие сцены. И распечатался список файлов. Теперь. Смотрим. Селф. Лист. Объект. Например. Равен. Нон. Так. Если мы нашли нашу строчку, мы говорим. Селф. Лист. Объект. Равен. Нон. Сначала мы очистим от стрелочек. Заменяем их на пустую строчку. Просто удаляем. И выполняем функцию eval, которая выполняет код из строки, как если бы он был просто написан как код. Теперь. Запустим. Это ошибка открытия файла. Нас не интересует. Но процесс завершен. И внутри этого класса, который я запускал, есть объект. Лист. Объект. Смотрим. Это список. Лист. То есть я получил список объектов из другой сцены, при этом не открывая my. Используя batch режим. Можно еще сделать так. Делаем еще одну функцию. Finish. Print. Elf. List objects. Просто функция, которая должна выполняться по завершению процесса. Пишем self. Finish. Так. И запустили. Все. Теперь у меня есть еще и функция, которая выполняется по завершению процесса. Это может быть, например, заполнение списка какого-нибудь окошка. Или запуск обработки следующей сцены. И так далее. Ограничением такого способа является то, что мы весь output процесса получаем только в конце, по завершению этого процесса. Чтобы получать в реальном времени какой-то фидбэк от процесса, нужно использовать другие методы. Но сегодня мы не будем их разбирать. Как аналогичным способом запустить рендер, я думаю, уже стало понятно. Также можно запускать и любой другой процесс. Например, другой софт 3ds Max какой-нибудь или Nuke, который выполнит что-нибудь на фоне и вернет какие-то результаты. Но, конечно, нужно уже использовать не MyAPI или Render.exe, а соответствующие средства конкретного софта. А теперь перейдем к следующей теме. Ранее мы с вами уже использовали файлы для хранения каких-то данных текстовых. Мы открывали простой текстовый файл и в нужном нам формате записывали данные. После мы этот файл открывали, парсили и формировали из этих текстовых данных уже необходимый тип данных. Интеджеры, флоуты, словари и так далее. Но, конечно же, давно уже придуманы множество форматов, которые стали уже стандартами. Например, вы наверняка знаете про XML. Это не только HTML-разметка, но и формат, который используется во многих областях для хранения и передачи данных. Основное его свойство в том, что он имеет иерархическую структуру. То есть мы можем указать родительские данные, к ним прикрепить какие-то дочерние данные и так далее. И глубина вложенности не ограничена. Многие CG-софты и не только CG-софты используют XML для хранения своих данных или же для внутренних каких-то нужд, для передачи данных. Но все большую популярность получает другой формат данных, который мы сегодня и рассмотрим. Он называется JSON. Наберем в Google и после первой ссылки на Википедию зайдем в официальный сайт. На официальном сайте нарисованы простые схемы, которые описывают, что такое JSON, как он внутри себя хранит данные. Первый тип называется Object. И смотрим, что означает эта схема. Это у нас начало файла. Это конец файла. После начала файла у нас стоит фигурная скобка. Далее идёт по прямой некие данные, обозначенные как string. То есть это может быть только строка. Потом двоеточие и value. Какое-то значение. Может быть строка, может быть число. Потом опять фигурная скобка, закрывающаяся только, и конец файла. Также мы можем пройти по другой ветке. Открыть скобку, ничего не делать и закрыть. Это будет пустой файл. И третий вариант. Мы пишем string, двоеточие, значение. Потом возвращаемся назад, где обязательно должны поставить запятую. и новый цикл. И так сколько угодно раз и потом закрываем. Второй вариант. Это квадратные скобки. Можем записать одно значение, закрыть скобку и завершить файл. Можем ничего не писать и можем через запятую множество значений написать. Третий тип. Это value. Можем просто писать какие-то значения. Без скобок. Но видите, циклов здесь нет. Только что-то одно. Или один номер, или одна строка, или boolean и так далее. Далее пошли уже более сложные, но нам пока они не нужны. Вы наверняка заметили, на что это похоже. Синтаксис точно такой же, как в питонских словарях или списках. Так оно и есть. Давайте найдем у меня на компьютере какой-нибудь json файл. Так какой-нибудь вот такой. Если я включу синтаксис питона, то все распознается правильно. Вы видите, что в основе у нас идет открывающаяся скобка списка. И внизу где-то там она закрывается. А внутри у нас находится множество словарей. В каждом словаре у нас идет что? Стринг, который является здесь ключом, и value. Здесь он integer. Стринг и value. Стринг и здесь вложенный уже словарь. Значение является вложенным словарем. В котором внутри снова string, value и так далее. Здесь у нас вложенный список. Этот формат удобен тем, что он и имеет иерархическую структуру с неограниченной вложенностью. И удобен для чтения человеку. Более удобен, чем тот же xml. А для тех, кто пишет на питоне, это вообще как родной язык. Потому что все выглядит как на питоне. Давайте теперь попробуем его использовать. Чтобы использовать этот модуль, нужно его импортировать. import.json. Все очень просто. Далее мы создаем какие-нибудь данные. Это будет, например, какой-то список. Пока что самый простой. И нам нужно записать эти данные в json-формат. Это делается просто. Мы пишем json-dump. Первым аргументом нужно указать эти данные. А вторым handle на файл. То есть уже открытый файл. Можно прямо здесь его открыть. open, скажем, c, ну или в нашу папку, scripts, data.json. Обязательно в режиме записи. Расширение не имеет значения. Можно писать любое. Но чтобы понимать, что там за формат, я написал json. Я вызываю. Теперь смотрим папку data.json. Наши данные записаны. Хорошо. Теперь запишем туда чего-нибудь другое. Тут у меня сцена открыта. Я хочу записать состав сцены. Туда. И пишу cvds.ls. transforms равно true. Эта команда мне вернет список всех объектов. Выполняем. И еще раз записываем. Файл просит меня обновиться. и смотрим вот так красивенько сделаем я вижу список всех объектов в сцене записанных в джейсоне правда он не так красиво записан как здесь с отступами с расстановками всеми чтобы записать красиво нужно просто в дампе использовать специальный флаг ident например 4 символа так файл просит обновиться и вот что мы получаем теперь давайте вот что сделаем так данные будут выглядеть так словарик объекты в список и создаю словарь и записываю джейсон просит обновиться и вот что мы получаем словарик которого есть ключ objects и вложенный список объектов стоит заметить что если сделать допустим ниже сделаем d в качестве ключа поставим какую-нибудь циферку и запишем то внутри файла это все равно станет строкой как мы видели официальной документации тут может быть только строка поэтому когда вы считываете есть джейсона нужно обязательно конвертировать это цифры если у вас там цифры но сделаю я так теперь каунта равно лэн обжит так записываем обновился файл и получаю некие данные о сцене которые легко и мне читаются и легко можно преобразовать обратно в аналогичный тип данных а делается это так у нас есть путь мы хотим загрузить джейсон обратно пишем джейсон лод и снова говорим оппин если же можно не писать флаг режима потому что по умолчанию он чтение выполняем и смотрим дате у нас обычный словарь питонский то есть через модуль джейсон можно легко записывать данные питонские словари и списки в удобный для чтения файл текстовый и точно также их легко считывать обратно если вам в качестве объекта вот сюда не ключа а именно значение нужно записать какой-то класс то конечно же он не запишется полностью сюда со своими данными и так далее вам нужно будет преобразовать его в нечто что джейсон понимает это строка число список словарь или что то такое подобное что он знает а потом при чтении вы должны определить что это описание вашего класса и создать из этих данных свой класс создать новый экземпляр и заполнить его данными для первой части преобразования объекта в подходящий тип данных существует такой процесс называется сериализация сериализация для джейсона интернете много статей как это делается там все достаточно просто выглядит это примерно вот так мы создаем новый класс который наследуется от встроенного джейсон класса джейсон энкодер и переопределяем функцию дефолт эта функция принимает один аргумент этим аргументом будет данные которые мы записываем далее мы проверяем если эти данные соответствует моему классу мы делаем что-то чтобы этот класс стал строкой в этом примере просто забирается какой-то атрибут нейм обозначающий имя от объекта если же этот объект не является моим классом является чем-то другим например обычное число то отправляется какой-то дефолт фактически то же самое что и пришло так а внутри дампа мы говорим данные какие хотим записать файл в которой пишем идент и так далее и флаг cls класс принимает у нас имя этого класса который у нас занимается сериализацией тогда любые данные проходящие через дамп джейсона будут пропускаться через этот класс который определяет что делать с данными здесь можно определить все необходимые типы в одном классе но это не так часто требуется обычно достаточно записывать строковые или численные данные так теперь домашнее задание на задание будет следующим необходимо на полке сделать кнопку которая первое должна собрать в текущем проекте все майские сцены найти их в один список далее для каждой сцены создать файл данных в котором будет примерно структуру которую вы сейчас видите это размер файла mesh объекты камеры светильники и шейдеры все это должно быть сохранено виде текстового файла как здесь пример джейсон файл как он должно выглядеть и для каждой сцены с таким же именем только формат джейсон должен быть сохранен текстовый файл при этом майя не должна подвисать должна сохранять работоспособность а по завершению мая должно открыться окошко с результатом сколько сцен обработано например сколько всего объекта сценах светильников камеры так далее некоторая статистика можно еще сколько эти сцены занимают место на диске для этого если помните в модуле os pass есть функция get size если будет желание можно сделать еще немного сложнее записывать дату когда было произведено последнее чтение сцены то есть создание вот этой базы данных и при повторном нажатии на кнопку скрипт должен проверять когда было произведено изменение файла и когда была создана для него база если файл был изменен позже чем создана для него база то нужно пересоздать список объектов сцене с этим заданием связано еще одно задание это самостоятельное изучение модуля дата тайм пишется он так вам нужно будет разобраться как он работает это достаточно простой модуль в интернете множество примеров документации и разобраться как он работает сложности особо не вызовет но вы за то сможете работать с датами и временами например сравнивать дату создания разных файлов и множество других применений на этом занятие закончено до встречи на следующем занятии